Вестник Кавказа 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 Украине мало. Единственное, о чем мы можем говорить, это нефтеперерабатывающие производства, избыт, то есть это касается нефтяных компаний, но, кстати, это не только государственные компании, поэтому, ну да, у Роснефти, скажем, есть активы на Украине. Российская, кстати, частная компания, мы знаем, например, Лукойл вовремя реализовал одесский завод, который через сложные руки перешел сейчас к государственному российскому банку, но вот вокруг него сейчас крутится эта история, собираются его национализировать. Но так, по большому счету, Россия из-за недружественной политики Украины, в общем-то, можно сказать, уходила из энергетического сектора, а в газовой истории мы хотели бы прийти, но нам не дали. Поэтому в целом это абсолютно история ни о чем, потому что можно, конечно, национализировать, так ведь нечего, нечего по большому счету внимать, не такие большие у нас активы сегодня в энергетическом комплексе Украины, поэтому думаю, что эта история совершенно виртуальна.